Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Математика. 4 класс. Автор Чекин. Часть 1. Задание 93. Учительница Мария Евдокимовна поручила Маше фиксировать посещаемость занятий учащимися класса в течение двух недель. Маша составила следующую таблицу. В течение какой недели число учащихся, присутствующих на занятиях, было постоянным, а в течение какой – переменным? Давайте рассмотрим таблицу. В первой строке у нас записаны дни недели – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Во второй строке у нас находятся цифры или количество учащихся, которые присутствовали на занятиях в течение первой недели – понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу. И в последней, в третьей строке содержится число учащихся, которые присутствовали на занятиях во вторую неделю – в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу. Ну и давайте посмотрим. В первую неделю, в понедельник присутствовало 21 человек, во вторник – 21 человек, в среду – 21, в четверг, в пятницу и в субботу – 21 человек. Таким образом, мы можем сделать вывод, что число учащихся, присутствующих на занятиях, в первую неделю было постоянным. Давайте это и запишем. Число учащихся, присутствующих на занятиях, в течение первой недели было постоянным. А теперь давайте посмотрим на вторую неделю. На второй неделе, в понедельник присутствовало 22 человека, во вторник – 20, в среду – 20, в четверг – 18 человек, в пятницу – 19 и в субботу – 19. То есть на всей неделе число учащихся отличалось в понедельник – 22, в субботу – 19, то есть число учащихся было переменным. Поэтому так и запишем. Число учащихся, присутствующих на занятиях в течение второй недели было переменным. На этом всё. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если у вас появились вопросы, пишите в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok